Второе теперь. Когда я вот только начал бизнес, это был коммерческий магазин на Карасу. Мы с другом построили. Мы наняли двух продавцов туда. Я помню первый день, когда мы пришли, разрезали ленты. Это был, по-моему, 90-й год. Я думаю, что из детей никого еще тогда не было, наверное. 90-й год. То есть мы разрезали ленточки, я сел в машину и отъезжал оттуда. И вот просто про себя думал, что все, мы это выставили, продавцов поставили, и я еду. И было такое классное ощущение от того, что вот я еду, ем, сплю, да, а где-то работает, и мне идет какая-то копейка. То есть это шикарное ощущение, когда ты не занимаешься ничем, но при этом что-то твое где-то работает и приносит тебе доход. То есть я учился, еще студент был, я сидел на паре и думал, вот я сижу на паре, а деньги идут. Вот я кушаю, а деньги идут. Вот я сплю, а деньги идут. Это такое классное ощущение. Мне казалось, что я настроил эти процессы, я рассказал, как нужно это, как наличку куда сдавать, товар где брать. Все настроил, и было такое классное ощущение, что можно управлять бизнесом, людьми, организацией, вот как пультом, да. То есть ты сидишь где-то, лежишь на диване и нажимаешь пульт, и люди за тебя делают это. Это была очень большая ошибка, потому что люди не роботы. И вот просто обучив их делать что-то, да, вы не можете быть уверены, что эти люди это делают, когда вас там нет. Я расскажу просто быстро, чтобы вы знали это. Это была печальная история, значит, мы потеряли там все, включая магазин. Да, вот, но тогда я понял, что нету бизнеса без вовлечения. Нету бизнеса такого, чтобы ты где-то сидел, и деньги просто шли к тебе, да. Не мечтайте о бизнесе, от которого вы дальше. Если это бизнес, от которого вы дальше, то вы его не любите. И я вам скажу, этот бизнес вас будет не любить взамен, да. Если вы любите, то вы будете близко, вы будете как ребенка, растите, его становитесь. Особенно с людьми, да. Люди теряют мотивацию, люди теряют интерес к работе, люди теряют это. И когда вы говорите, я им плачу зарплату, и они должны делать, это вот тоже очень большая ошибка. Потому что люди не будут делать только потому, что вы платите зарплату. Если вы не любите достаточно свой бизнес, чтобы заниматься им, ваши подчиненные никогда не будут любить этот бизнес достаточно, чтобы заниматься им. В конце концов, люди, на которых вы рассчитываете, просто заплатив зарплату, это все равно как вот просто нанять няньку, да, и сказать, вот нянька, ты расти моего ребенка, я же тебе плачу, понимаете, да. То есть к бизнесу надо относиться как к собственному ребенку, да. Потому что вряд ли нянька полюбит ребенка чужого, да, когда родитель не смог полюбить своего ребенка. И вряд ли ребенок, да, допустим, который не видел любви ни от родителей, ни от нянек в этом случае, вот нанятых сотрудников вашей организации или ваш бизнес, да, или вообще чем вы занимаетесь там, чем вы от него, будет платить вам взаимностью. Поэтому я понял очень важную вещь, что ни в каком деле нету вот такого дистанционного управления, в котором это, даже если вы это настроили, даже все процессы там, мы будем говорить про IT тоже в будущем, да, в слайдах. Какие бы системы вы это ни сделали, да, всегда ваш бизнес, ваше дело будет требовать от вас вашего личного участия и внимания.